Всем доброго времени суток, с вами Эльсона Роуза, у нас сегодня демо Resident Evil 4, которая выходит совсем уже скоро, я ни в одну демо до этого не играла, имеется ввиду всех предыдущих входящих игр, но в этот раз почему-то решила, потому что она небольшая, коротенькая, я безумно жду Resident Evil 4, в оригинальной я не играла, вот, очень поэтому жду ремейка, так что сегодня мы с вами посмотрим, сколько точно занимает демка, я к сожалению не знаю, потому что там в какой-то момент начинается отсчет, вроде как таймер, и я не уверена, насколько это можно растянуть, Так что давайте вместе просто погрузимся, дождем новая игра и посмотрим, что же здесь такого интересного есть, последнее, что мы играли, это было дополнение к Resident Evil Village, мы играли за дочь Итона, собственно, вот, а здесь у нас знакомые будут персонажи, да, наверное, мы сейчас с Зелеоном будем говорить Звучка Звучка Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Я уверен. Ой, ну выглядит симпатично, но голосы, конечно, странноватые, надо сказать. Странно выглядит, но ладно. Более-менее я прошла, как бы помню, конечно. Так, ладно, прошло 6 лет с тех пор, как Леон Скотт Кеннеди пережил инцидент в Ракун-Сити. Беспрецедентную биологическую катастрофу, которая произошла по вине корпорации «Амбрелла». Леон стал спецагентом США, и теперь ему поручено особое задание – найти пропавшую дочь президента. Поиски привели его в глухую европейскую деревню. Несмотря на все пережитое, Леон не был готов к ужасу и безумию, который его ожидает. Самое, что смешно, это забавное стечение обстоятельств. Это было не специально, но я вчера смотрела «Обитель зла» первую и вторую часть. Там, конечно, нет Леона, но тем не менее. Так, ну мы прям, это походу дэм, это прям самое начало игры изначально. Ага, выясните, в чем дело. Темновато. Ну, такие настройки были игры. Наверное, и должно быть темновато. Так, я пока не в инвентарь никуда зайти не могу. Всегда удивляла, как в таких местах, где никого нет, горят свечки. Как это происходит? Никому неизвестно. Зато, знаете, что я хочу вам сказать? Я безумно рада, что будет озвучка. Учитывая нынешнюю ситуацию, это просто... Ух ты, какая прелесть. Это просто сумасшествие. Так, понятно. Но я уже слышу звуки, на самом деле, даже уже отсюда. И просто единственное, мне почему-то не дали пока выбор никакого оружия. Но, видимо, дадут, походу, дело. Это же все-таки демо-версия. Так, Е присесть. Е присесть. Кто это придумал вообще? Так. Вообще не помню начало игры, несмотря на то, что я не играла. Да, в нее вообще. Я что-то видела. Только какие-то куски прохождения. Только какое-то начало видела. Так. Тут ничего нет. Хорошо. Заходим? Жалко, что даже фонарика нет. Как тебя отправили-то на задание без всего? Я что-то понять не могу. Ни оружия, ни фонарика, ничего. Но волосы, конечно. Волосы выглядят забавно. Невозможно это не признать. Ой, как я уже отвыкла в это играть. Я бы сами знаете. В шутеры играю крайне отстойно. К тому подтверждением неудавшейся прохождения Atomic Heart. Так. Вообще приятненько, да? Так ощущается. Так, что тут? Что это? Примитивный медальон. Судный день грядет. Кто-то посомневался, что судный день грядет. Вот у нас, как всегда, как появляются какие-нибудь монстры, так обязательно появляются какие-нибудь повернутые. Которые верят в судный день. Кару Божью. Вот это вот все. Ну как? Это же надо оправдать тот кошмар, что происходит. По-моему, кстати, в четвертой части будем за двоих играть персонажей. Не за одного. Не за одного. Что написано? А, это вообще непонятно в каком языке. Да, что написано? Хастайль Финн. Финн это конец. То есть, видимо, финал... Конец близко. Возможно. Ой, это сюжетно, да? Это... Это... Или это... Не сюжетно. А, нет, это сюжетно. Там еще был просто проход, я его не заметил. Ой. Ой, а почему он на нас не отреагировал? Ты же видишь, что с ним что-то не то? Не разговаривай с ним. Стрелять, наверное, в невинных людей, это так себе развлечение, но все-таки... Ну ладно, или он как-то знаешь. Ты же видел уже какой-то кризис, понимаешь? Я бы... Ооо, тут уже кто-то до тебя побывал, и он явно не жив. Ну, было ожидаемо, было ожидаемо. Ууу, нифига ты. Ого, вот это удар был сейчас. Какой мужчина, я не могу. Ты его с ноги так вырубил? Да ты шутишь. Офигеть. Так, вот тут что-то было еще. А, нам сюда надо попасть, я поняла. Что по патронам? Десять штук. Есть одна аптечка? Ага. Так, что тут? Это как раз, да, Марио Франц... Фернандес Кастанью Офицер. Угу. Ну, брать это, наверное, нет смысла. Что у него здесь такое? Ключ это хоть ничего домика. Хорошо. Блин, ну это было крайне... Фу, что за жижу он варит? Фу, ну и вонь. Вот обязательно кто-то варит какую-то жижу. Заметили? В любом резиденте. Если ты придешь к кому-то, кто более-менее похож на человека, еще совсем не обернулся, так вот он обязательно, они варят какое-то странное варево. Из чего, допустим, вот это? А, это кролик. Как-то странно он выпотрошен. Ладно. Шутика. Ну, правда, не странно, конечно, ощущается? Не могу ничего сказать. Просто у меня какое-то странное ощущение. Я обычно пристреливаюсь к играм, потому что они не всегда... Как тебе сказать? Не у всех одинаково все работает. И отклик разный, и так далее. И здесь то же самое, я ощущаю. О, наконец-то фонарик. Угу, угу. Ну-ка, все накуртисты. Понятно, понятно. Судный день. Я бы на твоем месте шла максимально осторожно. Я подозреваю, что здесь что-то есть. Или кто-то есть. Вот у человека хобби, а. Что написано? Ну, тут на каком-то языке... Нет, это туша, это не человек. На каком-то языке все написано. Понять не могу, на каком. Да. Извините, я стараюсь максимально не торопиться, потому что я знаю, что она короткая. А я, вы не представляете, как хочу уже поиграть. Так, ну и что? Здесь держат каких-нибудь животных? То есть, получается же, Леон прокачался с того момента, правильно? У него же были какие-то задания, он опыта набрался. Он стал круче, мощнее. Ой. Понял. Что там у тебя? А все уже, ничего. Я к тому, что он, наверное, прям... Ну, стал крепче. Стал круче. Ну, должен, по крайней мере, был. Логично. Так. А, ну все, теперь надо будет стрелять. Потому что только это и сделали. Так. Круто, круто. Смотрите, настолько ничего не знаю про игрушку, даже не знаю, кто у нас второй персонаж будет. Я это... О, это скример. А что это? Скример будет сейчас, конечно. Сейчас кто-нибудь как выскочит тебе в лицо, что неожиданность какая будет. Да, какой хер. Ой. Ой-ой-ой. О, да, я забыла, что у тебя есть нож. А что я так вроде попала, нет? Я так плохо стреляю, да? Не стоило задавать этот глупый вопрос, и так было понятно, что я плохо стреляю. Ну, я же говорю, мне надо привыкнуть. Да, для некоторых это проявление криворубкости, а для меня это дело привычки. Ой-ой, их много. Слышишь? Их прям много. А у меня семь патронов. Это я как по-вашему должна пройти? Мне не хватит. Он здесь один. А я не знаю, кстати, я уже забыла, надо это вообще все делать? Это толк какой-то на их присаживание вообще есть? Или нет? Ну, там он ходит, его можно не триггерить, потому что у меня мало патронов. Ну, да? Ну, блин, в конце концов, у меня их всего семь штук. Было бы подкрепление хоть какое-то. С одним пистолетиком, с одной будем отправлены. Ну, это вообще... Я не понимаю, это игровые условности. И связи нет, да? А, нет. Это кондор один. Это Ханниган. Говори. Дочь президента Орленок. Скорее всего, здесь. А что надо сделать? Разве ты не ошиблась? Супер. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось. Моих спутников. Ну, вот и началось. Хо-хо. До связи. Вас дву... Вас тро... Мне не хватит патронов никогда в жизни. О, молодец. Я не могу. Я вообще... Что это? Где это? Дайте мне кольцо. Небедленно. Они какие-то странные, да? То есть, они вроде нападают, но вроде как бы и сдались. Не лезет и ладно. Ушел, ну и черт с ним. Подозрительно все это как-то. Ну, тут такой подзапутывая сюжет, поэтому... Для человека, который вообще ни во что толком не играл. Только в римейки-то я и играла. Все еще интересно, почему они римейки начали с второй части. Было бы вполне себе неплохо, если бы они начали с других тоже. Воронка. Семь патронов. Ну, вообще... О! Так, спокойно. Значит, я просто забыла. Я настраивала... Не, я не настраивала. Я обычно, когда в эту игру играю, я захожу в управление и меняю этот нож-удар. Вот, удар ножа на колесико. Мне так всегда было удобнее. А, игра не дает, поэтому будем пользоваться этим. А, ногой, понятно. О, патроны, наконец-то. Хорошо. Сколько я взяла? Ну, мало-мало. О, печатная машинка. Что-то я почему-то решила, что можно ножом с упора бить. Вообще, память никакая. Почему нельзя? А, ну как почему? Кочерыжки, Ксюш. Какие у тебя сохранения? Ты же дальше играть не будешь. Сейчас дем закончится. И все, жди. Наполовину они говорят, а наполовину они кряхтят. Вообще непонятно. Странно, да? То ли они совсем уже, то ли не совсем еще. Непонятно. О, еще патроны. Интересно. Патроны, это потрясно. Так. Тихо. Прям вот где-то рядом, слышишь? Прям вот. Вот прям. Ох, мать твою. Ой, а что это за стрелочки? Возможно, это означает, что можно было добить. Я не уверена, конечно. Ой-ой-ой, вот-а-фак. А что с ним? А что? Ой, а оно мутирует. Ёлки-папа. Видали? Офигеть. Так, ясно. Это было неожиданно. Там появлялись вот эти две стрелочки. Мне кажется, это, наверное, что-то означает. Возможно, их можно как-то добить. Я не уверена, но очень похоже на то. О, класс. Открывай! Так, это я должна была быть внимательна сама, правильно? Конечно. Так, возьми-ка пистолет в руки. Слышишь? Ой! Ой-ой-ой. Я приближаться не собираюсь. Не, ну вот этот просто умер, видишь? Понятно. О, красная трава. А еще, что тут? Еще патронов. Блин, а как много патронов вы мне даете? Мне это все не нравится. Еще граната. Понятно. Так, ну тогда гранату куда-сюда? Пожалуйста. И хилочку использовать. Да нет, смысла нет. Так, ну и все, наверное. Просто так использовать нельзя красную траву. Ну и все, пока я ничего не найду. Нет, этого никакого прелести нет. Блин, патронов очень много. Это очень хорошо. Это означает большие неприятности впереди. Вот что это означает. Блин, ну пока выглядит приятно, да? Кроме волос, конечно, Риона. Вот отсюда начинается отсчет, насколько я поняла. Как только я сейчас войду через ворот, то все, до своей минуточки. Начнется тик-так, тик-так. Что упало? Голова. Сейчас просто ухидрить, калаврашка. А что это такое? Так, там кто-то висит. А их прям... А, они кого... Они живьем, его жгут! Реально, твою мать. Так, ну что, ты готов попробовать? Ну что ж. Ох-ох. Что-то как-то стрельба. Мне это какая-то дерганая прям у меня получается. О! Ой. Ой, ну здрасте, Бри. Ой, я много знала. А ты симпатичный. Ой, мать моя, что с твоими глазами? О, господи. Да, вот это означает, что я могу ножом добить. Эти стрелочки. Стопудово. Блин, да я выйти отсюда не могу из-за вас. Вы меня тут зажали, засранцы. Меня сейчас убьют просто такими тэпами. Хотя. Ух. Ух. Ух, хорошо. Ой, как их много. Хорошо, я вырвалась вперед, это уже. Так, зашибись, а патроны будут? Нет, да? Чуваки, ну с вами, конечно, весело. Но патронов-то у меня нет. Ох, мать моя. Вон коробка была. В ней просто стопудово что-то можно было взять. Меня придется круги к нам одноматывать. Пока не закончится, конечно, видимо, демка. Так-то у меня было бы время. Блин, черт подери. Вот тебе. Пошел ты. Колокол. Ой-ой-ой, отлично, отлично, отлично. Валим, валим, валим. Пока не отвлеклись. Фух. А, ну понятно. Волшебный колокол, да? Поклоняемся великому колоколу. Они даже оружие побросали. Какая-то как-то потника было, надо признать. Даже парень с бензопилой по всему. Нет? А они все прям отвлеклись, выходят. Элён, ты бы не стоял в толпе. Ну, мало ли, вдруг сейчас перестанет бить колокол, они все развернутся на тебя. Ясно, что ничего не ест, естественно. А, они прям внутрь идут? И они там закрылись. Я не поняла. От слова совсем. Неожиданно. В кино, что ли? В кино, что ли? В кино, да? В кино, а Леон, просто выводы 10 из 10. Я не могу. Так, ну что ж. Стрельба. Мне было больно сейчас. Мне было больно и плохо сейчас. Прям конкретно я вам говорю. Так, полученный денег. Это хорошо. Ну да, быстро я пробежала. Я, в общем-то, так и думала, что так оно и будет. Что будет очень быстро. Благодарим за игру. Вот когда игра выйдет, там, представляете, я, кстати, вот единственное, что удивилась. 24-го, вот, кстати, она выходит. Удивилась, что такая короткая демка, что она прям крохотная, несмотря на то, что сама игра, ну, часов на 20. Ну, много бы вы там не заспойлерили, на самом деле. Выбрали почему-то именно этот сегмент, просто чтобы, видимо, нагнать жуть и непоняток и так далее. Стрельба мне не очень что-то понравилась. Она, конечно, всегда такая вроде была, но она какая-то топорная немножко. Или это, может быть, просто я отвыкла от резика. В общем, не знаю, не уверена, можете написать, если бы тоже играли в демку. Она бесплатная, если что. В нашем русском магазине она недоступна, по-моему. Вот. Да, можно купить, если у вас есть другой аккаунт, допустим, казахский, там можно купить. Но лучше купить ключик на игру, можно его спокойно достать. Вот в интернете игра, конечно, дофига стоит. Это прям сумасшествие какое-то. Ну, ладно, так и быть на резик не жалко. Как говорится, там почти 4,5 тысячи. Ошалеть можно, да? Да, вроде можно. Ну, вроде 4,500. Может, я путаю? Может, я совсем с ума сошла? Может, надо проверить? Давайте проверим. А то сейчас я на пустозвоню, а потом что? 4, 4,200, 4,900. Где то, на что продает. Все зависит от того, на что вы будете брать. Я, естественно, беру обычно на поковерсию, потому что это шутер. Я, честно говоря, не могу привыкнуть к таким ценам до сих пор. Мне прям сложно осознать, что такие игры стоят 4 с лишним тысячи. Потому что, да, еще, сами понимаете, год назад были региональные цены. Это примерно 2 было тысячи. Но что поделаешь? Что поделаешь? Ситуация такая. Спасибо. Давайте скажем, что они озвучку. Озвучка здесь есть. Что, возможно, они ее вернули. Возможно, они не планировали ее оттуда убирать. Это очень здорово, что есть озвучка. Я прям в шоке. Я была уверена, что ее выкинут, уберут оттуда. Чтобы, ну, сами знаете, вот эту сейчас тенденцию отовсюду выпилить русский язык. Даже там, где он уже был и уже записан, уже сделан. Просто вот так вот по-скотинякски взять и убрать его здесь. Благо, все будет. Это потрясающе. Это очень хорошо. Вот. Ну что ж, когда игра выйдет, увидимся с вами на стримах. Безусловно. Будем проходить, исследовать. Просто будем наслаждаться и впитывать эту игру всю в себя. Понимаешь? Всю в себя. И ее впитаем. Вот. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам демка. Играли ли в оригинальной вообще Resident Evil 4? Потому что я не играла. Вот, очевидно. Ждете ли ремейка? Вот. И вообще общие впечатления. Жду вас в комментариях. Или можете приходить в чат, в телеграмм и тоже там пообсуждать с людьми, которые точно так же, как и вы, ждут или не ждут данную игру. Отдельное спасибо спонсорам канала, тем, кто оформляет подписочку на Boosty. Ребят, те, кто оформляет подписку на Boosty, я вас просто обожаю. Спасибо вам огромное. Отдельная вам тоже еще раз благодарность. Мы с вами увидимся в других роликах. И всем пока.